Сегодня я бы хотел поговорить о упаковке модулей для языков. На примере моей работы для упаковки модулей ПЁР. Скажем так, я бы не занимался питоном, но, к сожалению, трагический погиб, как это правильно сказать, нежданно умер Евгений Гостовцев, который был мейнтейнером питона, и вот тянул на себе вот эту всю ношу сопровождение пакетов питон. И с его таким нежелательным уходом от нас питон начал потихонечку, как говорится, потухать. И что же делать? Если посмотреть на то, как собраны пакеты для разных языков программирования, то я вот хотел бы выделить, подчеркнуть разницу, что творится с первым и что творится с остальными языками программирования. Вообще, ситуация в дистрибутивах с упаковкой модулей для языков программирования не совсем хороша. Почему? Потому что их очень много, и их нужно постоянно держать свежими. Это очень много затрат при ручной работе. Поэтому складывается часто такая ситуация, когда в дистрибутиве есть символическое присутствие языка. То есть сам интерпретатор и некоторый базовый набор модулей, скажем так, дошкольников. Но для разработчика этого недостаточно. Поэтому разработчики вынуждены не пользоваться дистрибутивами. Они начинают писать свои менеджеры пакетов, там, для Ruby, Ruby, James, для Perla, это, например, SponPlus или SponMinus и другие. И пытаются таким образом решить ту проблему, что в дистрибутиве у них нет свежих пакетов. Но, тем не менее, эта проблема может быть решена вполне дистрибутивными методами. Давайте я хочу показать, что есть для бетона. Ой, это для Perla, прошу прощения. Вот для сравнения. Под Сизир собрано 28 570. Это на день, когда я писал эту статистику. То есть где-то так 5 дней назад это было. Модулей пакетов. Из них это составляет около 90% от всех пакетов, которых присутствует на Spon. А если учитывать еще ценз, что из тех, которые не собраны, мы смотрим на те, которые... Обрасываем те, которые старше 6 лет, то тогда будет 95%. Ну, и надо учитывать, что некоторые из них просто и нельзя собрать по разным причинам. Ведь серьезные работы, потому что они не нужны. И из этих, которые собраны, из этих 28 570 пакетов, устаревших менее 2%. Я там потом покажу по распределению. Скажем так, в Сизифе устаревших там обычно, скажем так, за неделю набегает около 70. Потом я запускаю процесс обновления, и это число падает в зависимости от разных причин. Там либо до нуля, либо до какого-то маленького числа, там 20-30, как сейчас. Почему сейчас в Сизифе там 20-30 пакетов устаревших? Потому что пошли новые модули с зависимостями на, например, на лист утилл, с более свежей. И, соответственно, чтобы удовлетворить такие зависимости, надо обновить Perl. Сейчас вышел стабильный Perl 5.24.0. Я жду, когда выйдет 5.24.1, обновлюсь. Обновлю и тогда можно будет чисто с совестью говорить, что в Сизифе, как в основном репозитории, все абсолютно периловые пакеты свежие. Если сравнивать с тем, что есть в основном Сизифе для других языков, то мы видим ситуацию там похуже. Например, действительно, для... Ну, сейчас, правда, спасибо, Андрей, что я вам работаю на грубе. Там, когда я смотрел, была достаточно плохая ситуация, просто символическое присутствие некоторых модулей. Для питона, благодаря работе Евгения Ростокова, ситуация была получше, то есть собрано было достаточно большое число пакетов, но среди них достаточно много сейчас потухших, то есть устаревших. 44%. Весной был 40%, а когда Евгений пришел, то около 30% были устаревшие пакеты. Эти модули хранятся в двух репозиториях. Вот здесь показаны три части. Желтый — это основной репозиторий Сизиф, а синий — это дополнительный репозиторий авторитетного Сизифа. Почему это так? Основная причина, что слишком много пакетов создает большую нагрузку на АПТ. У него есть ограничение по памяти в базовой конфигурации, и чтобы просто подключить такие большие репозитории с большим числом пакетов, нужно увеличивать стоянные лимиты. Плюс, поскольку вот эти основные модули — это как бы то, что уже было в Сизифе, оно кому-то было нужно, оно было нужно каким-то программам, а синий — это просто все остальные, которые собраны, чтобы были. Поэтому они разделены на два репозитория. В первом, то есть который — это чистый Сизиф, который идёт в основном на более 2000 пакетов, и в первом, в первом, 26 тысяч пакетов. Так. Ну, немножко, наверное, остановлюсь. Ещё раз возникает вопрос. Зачем собираете эти все пакеты? Ну, как мы говорим, можем ограничиться только символическим присутствием, но если собирать так, как собирает сапёр, то оказывается, что та причина, по которой разработчики не пользовались дистрибутивными пакетами, она просто исчезает. На самом деле, какое преимущество утрожили SPAN+, перед подключением репозитория в Трэйпус? Никакого, потому что и нами там свежие пакеты. Но при работе SPAN+, SPAN-, там, LBGMS, и так далее, мы всегда сталкиваемся с проблемой того, что хоть какие-то, но иногда у нас надо собирать, когда мы просто копируем текстовые модули в файловой системе, да, у нас проблем не возникает, но иногда какие-то модули нужно копилировать. Это какие-то расширения над библиотеками. И тогда сразу скрываются недостатки таких систем, как LBGMS или SPAN-, потому что, да, пока у нас мы скачивали текстовые архивы, успаковывали его, всё работало, но мы доходим до библиотек, до компиляции, и не факт, что она будет. Вот в таком же репозитории у нас всё уже собрано. Уже если есть пакет, он уже скомпилирован и уже доступен в бинарном виде. Более того, доступно всё дерево зависимостей. Мы запускаем такой пакетный менеджер в эти SPAN+, и мы начинаем собирать дерево зависимостей. А соберём ли мы его? В данном же случае у нас уже всё дерево зависимостей есть, и просто мы сразу можем установить все нужные нам пакеты. То есть, если хорошо автоматизировать и действительно собирать всё, что можно, тогда действительно мы получаем качественный репозиторий, который даже лучше, чем какие-то инструменты наподобие рубежа. И я немножко расскажу, как происходит работа по обновлению пакетов. Почему вообще возможно собирать такие огромные числа этих модулей? Потому что вся работа с ними заскриптована и достаточно сильно автоматизирована. Так что в итоге только на каждый тысячный ряльный пакет приходится тратить усилия в той части, которая связана с автоимпортс. А в связи с их историческим причинам, поскольку пакеты так называемые человеческого происхождения, то я стараюсь скрипты делать менее интеллюзивными и больше, соответственно, трачу времени на некоторые, может быть, не самые полезные, но ручные работы. Итак, как происходит процесс обновления пакетов в первом СИЗЕФе и основном? Там их можно сразу по способу заливки разделить на две части – облечит пакеты, Java, точнее, пакеты, и SRPM пакеты, то есть которые заливаются как SRPM. И поскольку это разные транспорты, то для работы с ними используются разные скрипты. Как это все выглядит в очереди? Я запускаю скрипт, который можно назвать G-Span, который связывается с G-Span, получает списки, какие сейчас пакеты актуальны. Далее, эти списки, кстати, эта же система, она двойного назначения. Она используется как при обновлении модулей первых, так она используется как плагин в сервис AdWords.org, который отслеживает актуальность пакетов. Далее у нас возникает проблема при образовании имен. Дело в том, что у пакета есть какое-то имя, ну, как бы, вот в Альте пакет называется Perl – там, допустим, data file. На Span модули называются, например, data – file, версия, dark.gz. И вот сервис DISTRMAP, он предназначен для образования имен между разными дистрибутивами. По счастью, для Perl там достаточно просто, потому что на все эти 28 тысяч пакетов каких-то альтернативных имен около ста. Ну, так исторически сложилось, что какие-то пакеты называются немного не так, как на Span. Соответственно, там все достаточно просто, но все равно, как бы, такая таблица при образовании нужна. Потом, когда мы узнали, какие пакеты нужно обновлять, мы их сортируем по используемому транспорту, то есть отдельно списки для SRPM пакетов, отдельно списки для JIT пакетов. Затем генерируется обновление. Обновление для CZIF генерируется достаточно так деликатно. Например, для AutoImports там запускается библиотека, которая вычисляет зависимости сборочные по исходному тексту. Для CZIF они вычисляются. Для AutoImports там запускается авристика для обновления, например, секции DOC и другие всякие авристики. Здесь этого нет, здесь это все надо уносить руками потом. Эти пакеты массово пересобираются. Потом, ну, свои версии с криптом для пересборки, к сожалению. Потом результаты сборки. То, что собралось. Отправляются в CZIF, я посмотрю. То, что не собралось, попускается через более пустую, по сравнению с AutoImports. То есть, версии с криптов починки, они чинятся. И так два-три раза по цеплу я похожу сначала, чиню все, что можно. Потом у меня остается там, например, за неделю это пришло 80 пакетов. Например, 50 ушло в CZIF как есть. А для 20 я должен руками посмотреть логи и поправить. Поправил и тоже их отправил. И так процесс обновления еженедельный для CZIF закончен. При этом можно сказать, что хотя я обычно пользуюсь для CZIF таким неинтузивным скриптом обновления, тем не менее постоянно происходит подкачка модулей в CZIF из репозитории AutoImports. Это естественно. Приходит какая-то новая версия какого-нибудь классического файла, и она требует какой-то новый модный модуль, которого в CZIF и нет. Но он уже есть и собран в AutoImports. Поэтому просто я его беру и перекладываю из AutoImports в CZIF, и таким образом потихонечку происходит миграция, вынужденная миграция между вот этими двумя оппозиториями, большими и маленькими. Потому что постепенно обновление маленького оппозитория под зависимостью обтягивает какие-то пакеты из второго. Плюс иногда люди просят переложить пакеты из большого оппозитория в маленькие. Зачем нужна вот эта вот картинка? Потому что все-таки происхождение пакета важно. Если этот пакет делал когда-то человек руками, я стараюсь его как бы не колюжить. А вот эти пакеты разноцветные, я просто могу перегенерировать их с нуля при необходимости, если с ними есть какая-то проблема. Второй транспорт – это JR-пакеты. Там как бы получается так, что я их тоже обновляю, но там я смотрю на то, чей это пакет. Точнее, вот пакеты Николая Фетисова у нас с договоренностью, я эти пакеты вообще не трогаю, просто осекаются они по ЦР. Есть пакеты Владимира Ильитеева, я вот по договоренности обновляю эти пакеты. Ну, если тут что-то не тут, то я его дергаю. И есть пакеты, которые, в общем, вот это желтые пакеты, вот эти зеленые тоже обновляю, но там как бы они все перейдут потихоньку со временем транспорт СРПМ. Они просто не было за два года обновлений, и просто как-то они исторически так остались в JR. А вот эти желтые пакеты, это сложные пакеты, которые я когда-то специально выделял Алексей Турпин, как бы вот он отдал часть пакетов приволвых в общую кашу, а некоторые самые такие, коварные, самые сложные, он оставил. И поэтому с ними нужен такой глаз-до-глаз. Поэтому они у меня отдельно идут, отдельно обрабатываются. Теперь как я работаю с большим репозиторием, вот я опять к нему вернусь, вот на этой картинке. Маленький репозиторий, он считается таким человечески созданным. Поэтому я стараюсь с ним работать осторожно, и это забирает много времени. Но пакетов относительно мало, всего 2000. А вот этих пакетов очень много. Но, с другой стороны, они все полностью с нуля сгенерированы. Поэтому я могу не соревноваться с этим пакетом. Генерация там достаточно выдвинутая. Например, самая проблеманная вещь в генерации пакета, это, как ни странно, подобрание пакета summary и description. То есть, как бы, человеческое читабельное описание. С этим относительно хорошо. Есть много хороших юристик. Если пакет выходит правильно, то в ход документации есть, соответственно, есть секции, которые можно взять в качестве таких заполнителей. Иногда помогает парасинг файлов людьми. Тоже есть алгоритмы, которые позволяют по образцам посмотреть файлы и найти в них какой-то осмысленный кусок текста, который вставить в секции description и в text summary. Это, как бы, почему приходится разделять полностью генерированные пакеты и человеческие генерированные. Потому что, в первом случае, есть информация, что человек читал. Хотя там тоже глупости часто бывают. Человеку не бывает. В хитии бывает так. Человеческий пакет, а в нем summary и description абсолютно левый. Человек тоже ошибается. Ну, здесь, как бы, знаем, что работал робот, и мы можем содержимое пакета полностью всегда в любом моменте пожертвовать и перегенерировать его. Так. Опять же, по историческим причинам там работа с этим автоимпорт немножко сложнее. Я использую практически четыре вида скриптов. Так. Здесь нарисовано два скрипта. Один – это импорт из Fedora, импорт из магии. Вот, соответственно, число пакетов, которые импортируются. И два скрипта для импорта из spam. Почему так сложилось? Потому что когда-то я еще не написал авристику, хорошую для summary description, то я брал пакеты из Fedora и магии, потому что у них уже были эти summary description. Потом я написал достаточно хорошую авристику, но все равно все-таки есть надежда, что в Fedora кто-то тоже пакет смотрел, какие-то патчи, может быть, туда приложил дополнительные. Поэтому они считаются лучше. Здесь же вот синее, такое главное, там 25 тысяч пакетов. Это генератор. Для обновлений я использую два типа скриптов. Сейчас я… Первый – это обновление имеющихся пакетов. А второй скрипт – это попытка собрать новые пакеты. Там, как я уже говорил, за бортом остается около 5 тысяч пакетов, которые, ну, не собираются по разным причинам. Мы старели, были какие-то там, я доведен до конца, и никому они не нужны. Но там также идут постоянно новые пакеты и нужные. Поэтому я использую сечение по времени. То есть я обычно собираю, попытаюсь собирать новые пакеты. Там за месяц, за полгода, за год, за пять лет. Например, если я говорю собрать новые пакеты за пять лет, то у меня на выхлопе генератора получается около 2 тысяч пакетов. Если там за полгода, то где-то порядка 500 пакетов. Обновление за неделю тоже приносит около 500 пакетов. Что я делаю дальше? В Сесифе есть своя инфраструктура, джера для сборки. А вот для Автоинклос есть своя отдельная инфраструктура, по которой я как-то рассказывал на такой конференции. Это, скажем так, вот облачный небольшой кластер с нодами. На каждой ноде есть свои, скажем так, пакеты. Она их обслуживает, там, следит за ними, ухаживает, удаляет там, попытается пересобрать метры и так далее, и так далее. И это все вместе сливается в один потом репозиторий Автоинклос. Вот, в частности, здесь не видно, но пакеты со SPAN, с этих генераторов, они уходят в ноду, которая называется SPAN Builder. Там они могли бы и собираться, но по техническим причинам там мощности этих нод маленькие, поэтому я обычно собираю пакеты на специализированной сборочной ноде, там, и уже переливаю на вот это облако уже готовые собранные пакеты. Причем, сама процедура сборки, она, как бы это сказать, такой цикл. Сначала генерирую пакеты, собираю их, потом я запускаю утилиту починки пакетов. Она разбивает логи и чинит пакеты. Получается так, вот 500 пакетов, 200 собралось, 300 не собралось. Ну, допустим, потому что там тоже есть сейчас у меня такой авторипос, около 200-300 пакетов, которые, вот, у меня руки не доходят починить. И из этой каши я потихонечку высорачиваю пакеты, которые собираю. Что делается? Запустилась программа, которая чинит пакеты, она сгенерировала там еще 50 или 100 пакетов. Я их заявил, опять собрал, опять забрал логи утилиты. И так у меня 2, 3, 4, 5 итераций, после которых у меня елочка логов, которые действительно машина не подняла. И потом я уже сажусь и руками это все разбираю и трачу на это время какое-то. То есть где-то в зависимости от того, сколько я разбираю чтение логов вручную, и уходит на это день или два. Кроме того, надо еще ухаживать за полученной аппозиторией, потому что там есть различные проблемы. Это, как правило, пакеты переименовываются, делятся, сливаются. Соответственно, старые версии пакетов надо удалять, а для них надо выявлять. Тоже есть соответствующие утилиты и там много всяких сложных вязков. Но, к чему это все? Одному человеку, как видим из поведенных фактов, реально за 1-2 дня в неделю обслуживать репозиторией таких модулей, которые делают бессмысленным вот эти все спан плюс, спан минус. Потому что вот у нас готовый репозиторий, в котором все есть, там 20-10 пакетов. Могло бы быть 50 или 100, но просто на спан сколько нету. Скрипты масштабируются, и просто будет вместо 4 часов скрипты работать 8 часов. Будет там вместо 25 тысяч, будет там 50 тысяч. Это же инфраструктура. Ну, я там просто рассказывал внутри. Ее я старался делать относительно абстрактной так, чтобы ее можно было приспособить к другим языкам программирования. Там ничего такого особо сложного нету. И практически после того, как я узнал про то, что видения с нами нет, я сел и начал переписывать вот эту всю вещь, которая была для первых, так, чтобы она стала более абстрактной, и просто первым в ней был только один из плагинов. Эта работа уже в значительной мере выдвинулась. Так, что там у нас? Что надо сделать для того, чтобы иметь поддержку другого языка? Это вот 6 частей. Первое, это надо, и оно как бы имеет двойное использование, это нам надо иметь источники обновления. Как в случае с Perl, у нас есть авторитетный источник SPAN. Для Python есть авторитетный источник PIPI, как это там, PIPI, да, и это уже сделано. То есть этот уже работает, он подключен к сервису Watched Linux.org, и указывает какие-то Python пакеты устарели. Потом нужна поддержка для, как это сказать… Такая проблема с Python возникает, которая не так актуальна с Perl, это то, что имена RPM пакетов, они в каждом дистрибуте свои. И вот разные политики именования. Например, есть имена на PIPI, можно было бы, например, предложить такую схему, но, опять же, это не… даже в Альте это не стандарт. Python-модуль-имя на PIPI, как есть буквально. Вот там, допустим, такая схема. Python-имя маленькими буквами в нижнем регистре. И получается так, что для того, чтобы выявить те пакеты, которые уже есть в Альте, и те пакеты, которые на PIPI, их нужно еще между собой сопоставить. И для этого нужны вот эти утилиты, которые генерируют как бы таблицу, которые именно PIPI и имя RPM пакета. Они это делают с помощью сложных юристик, но получается база данных – таблица, трансляция, имен. И это уже частично сделано. Так, потом… Следующий этап – это есть библиотеки, которые… В первых… Да, уже закончилось, да? Сейчас уже было. Ага, хорошо. Тогда возникает просто единственный вопрос с этими модулями. Вот как бы эту всю вещь… Я, наверное, уже… Как это правильно сказать? Не просто документировать, но кого-то искать, который мог бы взяться за поддержку этих модулей двух языков. Потому что… Получается у меня сейчас беда, что… Как бы… Если два дня на первый, потом еще два дня на ПИТО, потом еще… Неделю, да? Как бы там… Получается шесть, восемь, двенадцать дней в неделю надо чем-то заниматься. Я один… Первый… А вторая… Что если… Скажем так… То есть, если мы хотим, чтобы это была действительно хорошая вещь, то есть, надо часто гонять поскрипты. Конечно. Вот… Основная глупость, основная как бы тема выступления. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Вопросы, пожалуйста. Маленькое замечание. То есть, каждый раз в доклады РЕГО меня просто пугают. То есть, СИЗИФ получил компьютеры, кластер, автоматизацию и стал закатывать там тысячу раз больше камней в гору. Вот. Он стал собирать там десять тысяч переловых пакетов, потом тридцать тысяч переловых пакетов, пятьдесят тысяч переловых пакетов, потом взял пидоновские пакеты, взял еще… А вы знаете, сколько «ноджесть» пакетов вы сделаны? Почему бы их не собирать? Их уже триста пятьдесят тысяч. Скажу, я начал был описать пидоновую пакетизацию, но вот, к сожалению, человек, который хотел этим заниматься, Слава Путровский, он как-то потерял к этому интерес, поэтому… Он узнал, сколько их, да? Ну, все-таки. А зачем, все-таки? Вот этот вопрос, зачем? Одно дело, когда пакет Петоновский-Рубевский опакетчивается, чтобы дать жизнь из-за всей внутренней зависимости какой-то предкладного софта. С этим нет вопросов. Ну, а зачем вот пытаться бежать, изображать из себя спан? У нас есть уже спание. Ну, скажем так, для разработчика. То есть, разработчик все равно придется ему эту задачу решать. Либо с помощью того же Span+, либо с помощью дистрибутива. Ну, догадайтесь, как он будет решать. То есть, одно дело, когда там написано, например, скрипт развертывания, единый, для всех дистрибутивов, там, с помощью Эдзибла, там, чифы, папеты, еще что-то, где указан Span+. Другое дело, зачем-то писать им вместо этого, там, РПМ, изольта, знать, какие там пакеты собраны, как они транслировались именами, ну, не знаю. Ну, вот это как бы и… Вот это и вопрос, что… То есть, есть ли живые разработчики, которым это надо? Я хотел бы спросить. Потом Митейн не пьется с пакетом, но… Сейчас, вопрос. Ну, вы лучше всегда ставите в репозиториях, если они есть, чем пользоваться какие-то там, PIP или Span или еще что-то, потому что тебе намного проще потом держать систему up-to-date. То есть, теперь ты постоянно видишь, какие тебе приезжают апдейты, и тебе не надо запускать раз какое-то время PIP для того, чтобы проверить, а мне надо что-то обновить или нет. Ты постоянно пользуешься пакетным менеджером в этой системе, либо же у тебя стоит какая-то штука, типа спейс-клока, которая тебе честно говорит. Вот у тебя нужны пакетики. Внимите их, пожалуйста. Можно я добавлю? Ну, была заявлена еще одна проблема. Она связана с бинарной совместимостью. Есть связки. Они линкуются с нашими библиотеками. У нас не все так собрано удачно, чтобы те бинарники, которые приедут там, Span еще откуда-то заработали. Поэтому в некотором случае это просто необходимость. А вот я не знаю, но если она собирается… А, исходит, если собирается… Они могут не собраться с вашей патчей, поэтому не собраться. Сборка на лету у нас, в принципе, очень принято. Ну, вообще, да. У нас и ядерные модули тоже не собираются особо так, динамически. Спасибо. Давайте продолжим. Ответ есть. На самом деле, речь идет о закладке фундамента. Имеющейся пакетной базы – это фундамент для дальнейшей разработки. Какой фундамент заложим изначально, да, такое здание потом сможем построить. На химовом фундаменте или без фундамента люди пробовали, ну, может быть, хижину можно построить. Может быть, даже двухэтажный домик. Больше уже… Больше уже не получится, не выдержит. Поэтому вот эта… Автоматизация пакетной базы, которую можно автоматизировать, это глубокий широкий фундамент, который можно увидеть в фундаменте. Да. А, пожалуйста, еще раз стать с девочками-роботом. Это предыдущее выступление. Просто есть слайд, например. Я поступал, кажется, два года назад. И это были слайды по поводу той инфраструктуры для обслуживания той большой аппозиторией автоимпульс, кажется. И других аппозиторий, в том числе. Там не только автоимпульс, но и там лепофонки и другие подсветительские задачи. Видео доступно, и там есть девушка-робот, что вы найдете. Заходите на 0x1TV, вы найдете там девушку-робота и можете заняться просмотром. Астас, Астас. Да. Значит, насчет PayPay. В его разработке принимал участие Андрей Орлов, который до этого, собственно, в 2003-м, влился в альт с инициативой создания бетон-полисей и, собственно, массового упакечивания бетонных модулей в объемах достаточной упаковки и поставки в виде пакета зубов. И он тогда на этой задаче именно упакечивания сломался, но отчасти из-за того, что зуб – это очень сложный и массивный продукт, который они не успевали перетаскивать даже на свежие версии бетона. Это уже матрасхайдер для куважа. Ну, наверное, да. Я к тому, что там действительно есть искожие, и вот по части развертывания эта выгода была очевидна еще тогда. То есть то, что пошло дальше – это вынужденный объект, потому что тогда не получилось сделать хорошо. Месседж простой. Задача упакечивания всех преймворков, всех пакетов нерешаема. Точка. Вопрос – надо выбрать что-то. Такая задача не стоит. Все. Спасибо. Спасибо. Значит, вот я не понимаю, совершенно не понимаю. Вот есть, на самом деле, задача, за которую Игорь взялся. Он ее ведет. Ведет хорошо. Все в порядке. Начинается обсуждение. Зачем? Почему? Зачем ты это делаешь? Да. Вот даже если вы не можете ответить на вопрос, зачем, вполне достаточно того, что это нравится. Все. Так нет, спрашивают, не можем справляться. Пожалуйста, придите. Не можем, значит, правильно, значит, разонравилось. А тяжело слушать просьбу от человека, когда видно, что человек мучается, просит ему помочь закатывать камни. Это вам так кажется. Ну, мне так кажется. Это вам так кажется. Мне так кажется. Значит, вот, каждый занимается, в первую очередь, тем, что ему нравится. Правильно? Не нравится, но, значит, передает другому, кому это понравится. Так, вы хотите что-то добавить? Да. Девушка-робота вы найдете. На нолик один интернет. Все. Большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ